Привет! Сегодня не очень хорошая погода, но влог и вообще день обещают быть прикольным, потому что ну весьма такой насыщенный, я думаю. Кстати, сейчас искал камеру для Соньки, вот не здесь я ее искал, она здесь есть. Около метро сел телефон, я зашел в торговый центр, чтобы, может быть, зарядить, найти эту, как его, по навигатору, где находится ближайший Ситилинг, потому что там дешевле на косарь. И меня встретил подписчик, нашел, короче, мне куда ехать, вместе нашли. Блин, взрослые такие, все по 20 лет, прикольно стримы смотрят, привет тебе, если ты смотришь это видео. Ещё одна старую деревню. Мне нужна камера для Соньки, PlayStation 4, которую мне подарил подписчик для того, чтобы я нормально стримил. Я, по-какому, начал стримить вчера на Твиче, кстати, без камеры. И я так подумал, лучше я буду брать не карту захвата и нагружать мак, который постоянно лагает, но лагает он, вероятнее всего, из-за интернета. Лучше сначала возьму, типа, камеру для Соньки, начну нормально стримить. Кстати, подписывайтесь на Твиче, если не подписаны, если хотите смотреть игровые стримы. В данный момент мы и начали проходить Detroit Become Human. Игр полно, особенно на аккаунте друга, так что стримов будет полно. Так, ну я вроде как добрался до нужного мне магазина, он, Ситилин. Кстати, если хотите быть в курсе всех новостей самыми первыми, обязательно подписывайтесь еще и на дискорд серверс, сервис, сервер, р, блин, на дискорд сервер, пиганостан и наисенс. Все ссылки на все мои социальные сети, твич, дискорд, все будет в описании. Все, смотрите, чекайте, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. В дискорде в первую очередь я оповещаю о, будет или нет стрим или видео, короче, обо всем, можно просто со мной там пообщаться. Ну и с другими подписчиками. И да, постоянно забываю напоминать вам о важности ваших комментариев и лайков. Пожалуйста, не забывайте оставлять один или парочку комментов и ставить какую-нибудь оценку, лайк или дизлайк. Это очень сильно помогает в продвижении видео. Ну все, ништяк, сэкономил почти 1000 рублей. Обычно она стоит 4,5, может быть, чуть дороже. Здесь 3,790. Короче, кайф жду. Вон мой, первый. Ну что, ништяк, у меня есть камера. Сегодня уже будет стримец с моей моськой, наконец. Ну как наконец, один стрим без моськи был игровой. Короче, круть. Эта штука еще поддерживает VR, так что меня ждет куча впечатлений и новых эмоций. Ну и плюс CityLink позволил сэкономить где-то 700 рублей. Как видите, я выгляжу как обросший обезьяна, поэтому мне надо еще привести себя в порядок. Пойду сейчас в какую-нибудь парикмахерскую или барбершоп, чтобы меня нормально огрызли. И будет огонь вообще. Буду симпотно сидеть. Передумал брать, короче, карту захвата, потому что, ну, слишком много мороки, как мне кажется. И дорого. Тысяч 12 она стоит. Ну и плюс маг не факт, что потянет все это дело с карты захвата Соньку, поэтому с этими вечными лагами я решил не мириться, взять все для Соньки, стримить Соньки. А уж потом, может быть, накопить на нормальный компьютер и стримить как положено, так сказать. В стриме Соньки, конечно, есть свои минусы. И невозможность, допустим, настроить всякие красивости, типа там оповещения о подписках, донаты и тому подобное. Но я придумал решение. Я включаю ОБС на маке, запускаю Donation Alerts, или поворачиваю мак ко всем, чтобы видно было все оповещения, увеличив их в размере. Ну и как минимум будет слышно. То есть я всегда вижу, что вообще происходит, то подписывается, не подписывается, там донатит и тому подобное. Значит, надо зайти в ювелирку. Жена попросила, у нее, короче, перса в кубке. И там шарик, потеряла шарик. Мы эту персу даже теряли на парнасе. Нам ее вернули, нашли. У нас есть кусочек непонятно, золото или золото. Надо вот проверить, золото это или не золото. И возможно ли ей сколько будет стоить, сделать шарик. Ну такое, шарик на персу, короче. Из их материала, из их золота. Стоит сделать 3000 рублей. Новая перса, может там, 5-6 тысяч рублей. Не знаю, есть ли смысл в этом. Жена решит. Просто вся фишка в том, что золото, она не может носить всякую бижутерию и другие металлы. Только золото у нее, ну, кожа чувствительная, аллергия. Ее там комар вчера укусил в ногу. У нее ногу так, чуть не сматерился. Так разбухала нога. Что-то, короче, как будто она ее сломала. Комарик всего лишь. И еще Type-C ей намутил. Короче, ей нечем заряжать Айкос. Ей знакомая дала Айкос попробовать на месяц. Ну, типа, захочешь, будешь, типа, дуть. Нет, нет. Что бы бросить курить? Она все пытается, а вот зарядки не было, а покуривает сишки. Ну, сейчас будет курить Айкос. Так забавно, говорят, что вкусы там очень интересные. Либо говно, либо сено, еще какой-то один. Вейп вкуснее гораздо. Какой, блин, настойчивый ветер. Дует в одном направлении с одной и той же скоростью постоянно. А записаться на реснюльки вы можете тоже по ссылке в описании. Ну, выдают. Нельзя сидеть. Рызи, дрызи. Наслаждайтесь. Ну, че, я постригся немножко по-новому. Убрал, короче, по бокам. Ну, вы все видите, а сверху оставил побольше. Прям мне очень вкатывает жене тоже, да? Бабунь, пошли за шоколадками из Латвии? Да. Да. Подписчица привезла шоколадки из Латвии. Собирайся. Пойдем быстрее. Ты че, Капелла, гулять идем? Масло в себе может кучу. Сейчас сахарных костей тебе куплю. Шоколадок принесем. На просвет пойдем. Долго будем гулять. Час минимум. Пошли, блин, вставай. Пойдем. Пойдем быстрее. Пойдем. Давай, давай, давай. Все, погнали, Капелла, погнали. Ну че, подходим? Я вообще сказал подписчица, что я буду без бабаки. Но теперь я ее приятно удивлю, короче. Прогуляйте с нами с бабакой, как и хотела. Осталось ее встретить. Возможно, где-то со мной рядом переходит дорогу. Вроде нет. А вон она. Вон она идет. С шоколадками. Блин, когда-нибудь нас это погубит. Все закормят нас шоколадками. Привет. Я все-таки с ней, короче. Все-таки с ней, привет. Капелла, знакомься. Видимо... Ну, может, поняши. Да просто здесь и все подряд интересен. Какая легкая. Понятно, полный игнор. Да. Слушай, мне нужна твоя помощь перед тем, как... Ну, хотя ладно, давай. При транспортировке, ну, ты же очень помялся чуть-чуть. Прикольно. Так, распаковывать будем дома. Короче, вот так. Большое тебе спасибо. Да нет, за что. Прикольно, уже вижу всякие писульки там ненашинские. Короче, мне нужна помощь твоя, знаешь какая? Вот, надо подойти. Мне надо купить ей сахарных костей. Надо подержать ее около входа, потому что в магазин... Не зайду, пойдем. О, эти, как они, мошенники. Что-то христианское. Ну, оставляю. Жди. Оп. А мне нужны маслы. Вот, прям в магазик сразу. Оп, и магазик. Взял гантелину. Здоровую. Маленьких сахарных не было, короче. Пришлось взять огромную гантель. Не хотели брать гантель, потому что она их не догрызает. Маленькие прям нормально справляются. И теперь у нас очень неспокойная прогулочка домой будет с этой гантелью. И она меня замучает, короче. Не по мне, шоколадки латвийские, между прочим. Э, капелла? Дурилка. Шли-шли, короче. И мне вдруг просто раз, и что-то снесло ее. Эй, беж. А-а-а. Дурилка. Итак. Хлеб этот забыл купить, блин. Вот, это бабунина. Бабунина кость. Мы сразу, в принципе, отдадим бабу. Ничего, хорошо погуляли. Да, хорошо. А здесь она прям сахар, сахар. Ой, так много мьеса. Мьеса много. Короче, ты кушать сегодня не будешь, будешь есть это. Потом мы тебя проглистогоним. Я забыл, мы хотели сегодня. Ну вот после этого масла мы будем глистогонить, потом дадим еще вот клещей блок. Ох, какая мощь. Держи. На, твою. Ты не выйдешь. Голову свернешь. Голову свернешь. Можно, твою. Твою. Кушай. Наслаждайся. А у нас тут далее. Наши лапвийские ништяки от Насти. Говорит, немножко все могло помяться, но это ничего страшного. Лайма экстра. Молочный шоколад с фундуком. Вафельки с миндалем. Сельга. С карамелькой. Прикольненько. Батончик сиренада. Это же лайма. Все, лайма, да, почти вот это не лайма. Это же лайма. Короче, ну, производство число латвийское. Что, лаверита? Ну и кофетки, кофетки. Прикольно. Будем пробовать. Я сразу кофетку заточу. И я. Спасибо. Ммм. Это... Сосака. Я все власть. Прикольная сосака. Ммм. Ммм. Да, она классная. Она не хочет сосаку, я хочу, как капелла, жрать его. Бесится. И у нас тут вкусняшка. Макарошки с печеночкой. Ммм. Вот. Да, я сначала хочу покушать, а потом пробую шоколадки. Я люблю шоколадки. Ммм. Спокойно. Что, у тебя полно времени. Жри, обжарись. Обгрызись. Зато зубки почистил. Ее начало опять чуть-чуть пованивать. Мы решили опять взять гантель, пусть наслаждается. И зубки, наверное, вообще белые станут после этой гантельки. Благодарочки писать буду. И еще одна распаковочка. Как раз сейчас уже будем начинать стримить, поэтому надо распаковать камеру. Подержи, пожалуйста. Не пиши пока благодарочки. Я хочу вам распаковать. Ну. Распаковочка. О, ну я так не люблю. Ну, блин. Ну, че такое? Не, ну, блин. Вот. Перфекционист. Ну, нет уж прям. Еще коробочка. Коробочка в коробочке. Дальше. Эта коробочка по-другому открывается. Сейчас сразу нам еще коробочку. А здесь у нас кабель. С камерой сразу камера. Такая вот камера. Прикольно. Две камеры. Два глаза. Достаточно длинный кабель, поэтому можно будет даже к себе ее поставить. Куда-нибудь рядышком там должна быть еще подставочка. Орегулируемая подставочка. У меня вот такая вот подставочка классная. Вот она регулируется. Прикольно. Прорезиненная. Смотри, игровые эти штуки. Кнопочки, типа. Это подставочные кнопочки. Вот так ставишь. Вот так вот крепишь. И все, она стоит. Это Валли. Валли. Сегодня будем стримить с Валли. Валли будет смотреть на меня, чтобы все могли меня видеть. Валли. Да, камера, короче. Инструкция. Ну, тут все понятно. В общем, что, сейчас прочитаю. И через час у меня уже стрим, поэтому надо готовиться. Йоу. Все. Погнали. Кайфует. Старается. Соскучилась. Наконец-то. Ну, все, камеру подрубил. Пока остановил так. Самая безопасная, мне кажется. С Моникой может упасть. Ну, и типа на уровне меня я буду здесь сидеть. Может, ближе сяду. Вот такой вот у меня. Ситапчик. Йо. Просто умотается к последней прогулке. И, наверное, просто не пойдет. И, наверное, он будет спать. Испорченная. Думаешь, мне кажется, это нормально, как коровка, помнишь, такая с налетиком? А это рудзупуки. Мне кажется, это нормально. Шоколадка просто она рудзупуки. Вкусно? Все, ирригаторица пошла. Не очень. Не очень? Я попробую. Рудзупуки. Может, ну, из-за названия его? Она 1870 года. Нормальная рудзупука, че ты? Ну, ешь. Лимонадиком только запить надо. День понравился вот запуха. Это, похоже, знаешь, ну что? Да. Раньше были такие конфеты. Премьера. Похоже. Ну, на что-то наше. И школьное. Ну, видно, что они, короче, такие. Не совсем свеженькие, да, как будто? Они либо, короче, либо перетаившие. И потом засохшие. И потом как-то, да. Сыпется. Ну, как будто неправильное хранение. Ну, что-то такое. Ну, есть можно. Я съем. Давай. Это неплохо. Это... Ой, я стримлюсь уже. Ну, покажи. Детроэль. Приходите на стримы, там ссылки я рассказал, где. Вкусная, кстати, с карамелькой печенька. Мне понравилось. А тебе? Ну, пока ничем не отличается от обычных вкусняшек. Нет? Ну, да. Ха-ха. Ну, что, осталось допробовать шоколадки. Сиренады. Интересная штуковина. Да. Угу. Жена скатила, идет. Ну, смотри какая. Смотрите. Там... С чем-то. Ты знаешь, как конфеты кобыли, коробки большие. Нуга, что ли, это, да? Ну, это что-то похоже. С орешками. С фруктовой какой-то штукой. Угу. Ну, мы не поймем, что здесь написано. Уркла. Ха-ха. И... Экстра. Зрать нам этот шоколад, это наше все. Ха-ха-ха. Я тоже рот помыла. Ну, даже тоже, как будто бы ты как-то ленькая. Короче, выглядит... Ммм... С орешками. Такая вот... Молочный шоколад. Тоже на каждой плиточке. Лайма. Лайма. Лайма, кстати, очень вкусный шоколад. Ммм, прикольненький там. Молочный, легенький, прям вкусный. Тиндер шоколад. Угу. Нам не зашли только конфетки вот эти. Ну, и то они нормальные, как бы, но просто, видимо, что-то с ними случилось, потому что, смотрите... Типа, это шоколадное покрытие, оно иссохло, что ли, не знаю. Такое стало. Какао выделилось. Высохли. Влажность, наверное, ушла. Хрен знает, но... Они же не герметичные в упаковке. Может быть, действительно, влага отсюда испарилась. Да, классные вот это и вот это классные. Ну, что, не пробовали вафельки? Ну, попробуем. И не расскажем. Всё. Пора спать. Хороший день был. Пока.